Огромный привет зрителям канала YouGifted Bodybuilding. С вами Сергей Югай. Вы регулярно тренируетесь, но руки растут медленно. Одна из возможных причин этого состоит в том, что у вас в мышцах рук и в бицепсах и в трицепсах доминируют медленно сокращающиеся мышечные волокна. И как это ни странно звучит, но для того, чтобы сдвинуться с этой мертвой точки, нужно увеличить как бы число повторений и уменьшить рабочий вес. Сама программа очень простая. Выполняются три упражнения для трицепса и три для бицепса. И в каждом упражнении выполняется 4 сета на 25 повторений. Ну что, одели майку и мы приступаем. Первым упражнением я выбрал веревку. Разгибание рук на верхнем блоке веревочной рукоятью. Вот, вообще очень важный здесь принцип. Идет упражнение на трицепс, потом упражнение на бицепс, потом на трицепс, потом на бицепс. Напоминаю технику выполнения упражнения. Мы взялись за канатную рукоять, чуть-чуть наклонились слегка вперед и чуть отвели таз назад. Мы прижали локти к ребрам спереди и зафиксировали стойку. И теперь все неподвижно и только двигается локтевой сустав. В этом первом упражнении мы сделали первый разминочный сет. И далее мы увеличили вес с таким расчетом, чтобы сделать четко 25 повторений. Желательно, чтобы вот сам трос двигался как можно более вертикально. И начали в достаточно быстром темпе, четко сохраняя акцент на целевой мышечной группе. Каждый раз в нижней точке успевать напрягать. В первом, втором сете может еще будет не так чувствоваться сжение, а в третьем, четвертом желательно, чтобы оно нарастало на последних повторениях до сильной боли. И мы переходим ко второму упражнению. Это сгибание со штангой на бицепс стоя. Здесь будет один маленький нюанс. Мы делаем не в совсем стандартной технике. Мы чуть-чуть отводим локоть назад. И теперь начал сгибание, каждый раз возвращаясь вот в это исходное. Чуть сократил амплитуду. Я также сгибаю руку полностью в локте. В нижней точке оставляю чуть согнутой. Чуть замедляюсь на опускании. В верхней точке успеваю изо всех сил бицепс напрячь. И также с небольшим весом я выполняю 25 повторений в достаточно быстром темпе, но с пиковым сокращением верхней точки. В данной схеме очень маленькие паузы между сетами. Всего лишь около 30-40 секунд. Мы только чуть-чуть буквально перевели дух. Жжение прошло. И тут же следующий подход. И специально для всех, кто ждал чемпионат мира так же сильно, как и я, я покажу, что качки могут управляться не только по штангой. А третьим упражнением данного комплекса я выбрал отжимания на параллельных скамьях. Мы удобно устраиваемся на двух параллельных скамьях. Медленно опускаемся до момента, когда бицепсы станут примерно параллельно полу, слегка растягивая трицепс. Выпрямляем руки. Успеваем на долю секунды трицепс напрячь. Но тоже здесь мы двигаемся достаточно быстро. Чуть замедляясь в негативной фазе, ускоряясь в активной, успевая на долю секунды трицепс напрячь. И вот так мы четко делаем 4 по 25. Мы неоднократно говорим и будем, наверное, говорить в дальнейшем. Очень важно не поднимать вес, а работать мышцами. Если вы хотите, чтобы росла сила, нужно поднимать вес. Если вы хотите, чтобы росли мышцы, нужно работать мышцами. Постараться сосредоточиться на работе целевой мышечной группы и добиваться болевых ощущений, усталости и жжения именно в целевой мышечной группе. Четвертым упражнением у нас идут сгибания рук на кроссовере стоя. Мы взялись за верхние ручки кроссовера, удобно расположились посередине, развернули ладони вверх. И теперь мы делаем позу двойной бицепс стоя. Сгибаем руку в локте и в верхней точке бицепс изо всех сил напрягаем. И тоже в достаточно быстром темпе. Начинаем сокращать бицепсы. Пятым упражнением данного комплекса я выбрал французский жим-лёжа. Можно выполнять изогнутым грифом. Здесь, естественно, пикового сокращения трицепса в верхней точки нету, но здесь зато есть частичная амплитуда. Мы чуть замедляемся на опускании с неподвижными локтями. Четким движением выводим в исходное, но в верхней точке руки остаются в локте чуть согнутые. И во французском жиме мы также сделали те же 4 на 25 в достаточно быстром темпе. Полминута между подходами. Друзья, салют, хейтеры, салют тоже. Мы планируем в следующую среду сделать в Google Plus нашу встречу, которая называется Hangouts. Это уже наша традиция стала. И вообще накопилось много вопросов к YouGifted, надо сказать. Есть причины недовольства, я так понимаю. Во-первых, Димон у нас не набирает, девчонки у нас не худеют. Гомосапиенсы на канале. На второй канал YouGifted по бодибилдингу святая святых лезут бикинистки, мэнс-физик. Вся команда в каких-то непонятных флагах. Барян сваливают в Америку. В общем, короче, YouGifted, ребята, не тот. И с этим надо что-то делать, надо срочно разбираться. Поэтому, пожалуйста, вы нам в среду накидайте в Google Plus, пожалуйста, вопросы. Самые популярные вопросы, такие злободневные, а может быть даже злые и неприятные. А может, те, которые поставят нас в тупик. Мы на них будем отвечать. На тот, на который мы не ответим, вот тому мы вышли в приз. В Hangout есть великолепная возможность вызвать автора самого крутого вопроса прямо онлайн, чтобы все этого героя увидели. Поэтому, если вы этого хотите, вы вооружитесь веб-камерой и микрофоном. Ну, а если нужны подробности, то в описании они все есть. Там ссылка, куда перейти. Google Plus, она там. Будет вся команда YouGifted. Ну и помимо гомосапиенсов, который работает в команде, будет Серега Миронов. Поэтому готовьте свои вопросики. Увидимся в среду в Google Plus в прямом эфире. Покеда. И последнее упражнение данного комплекса – это сгибание рук на бицепс на нижнем блоке стоя. Здесь у нас практически чистый памп. Мы стараемся в быстром темпе накачать как можно больше крови в уже уставшие мышцы. Югифтед Бодибилдинг – это канал, на котором снимаются соревнующиеся спортсмены в разных категориях. Мужской бодибилдинг, женский бодибилдинг, фитнес-бикини, классический бодибилдинг, менс-физик. Подписывайтесь на канал, потому что дальше будет гораздо интереснее. Если вы сделали все правильно, в конце вашей тренировки мышцы очень сильно наполнились кровью и стали твердыми. На этом на сегодня все. С вами был Сергей Югай. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Югифтед Бодибилдинг. И до новых встреч! Левая нога в упоре, правая изолируем спину и начинаем движение. Вообще по профессии я шахтер. 10 лет я прожил на крайнем севере в городе Воркута, проработал в шахте, добывал уголь. Несмотря на то, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю.